Привет, друзья! Картина, конечно, у меня хорошая. И Наталья Пашкевич из Белоруссии там не написала. Название такое придумала. Она говорит, это «Мадонна с младенцем». Ну, хорошо, спасибо, Наташа. Спасибо. Белоруссии всем привет. И всем привет и Украине, и Чикаго, и Бомбею, и Индии. Всем привет! Я хочу вам сказать о нулевом состоянии еще, потому что я буду еще делать пару роликов до нашего вебинара, которые я объявлю завтра, послезавтра объявлю, дату. И он поможет всем жить лучше и легче, потому что самопознание происходит как раз через нулевое состояние, а самопознание автоматически означает развитие личности, личностный рост. И человек начинает с большим осознанием, как говорится, это путь к осознанности. Лучше решать свои проблемы и находить выход из любого тупика. Особенно в наше время, когда СМИ так давят, мы все под таким напряжением. Да, и очень сложно в этих ситуациях думать своей головой, потому что это вообще-то удел избранных. Не поддаваться. Потому что я знаю, что многие люди поддаются. Поддаются. А мы, так сказать, как написала мне в комменте одна дама, умница, она написала метод-ключ. Это вот в одном из своих фрагментов, это стяжание Духа Святого. Да, это хорошая мысль. Спасибо большое. Так вот, смотрите, что такое нулевое состояние. Я специально конспект себе тут, чтобы не ошибиться, потому что, когда мы смотрим сложный текст, мы вниманием своим, по частям его хотим разделить и в каждой части разбираться отдельно, чтобы понять, что там написано. Я сейчас его произнесу единым текстом. Этот текст, когда мы находимся в нулевом состоянии, вот там все это, вот эти пазлы, они все как-то, все разом и в единстве. Вот там вот и что происходит. Сейчас вы поймете меня лучше, когда я это все произведу. В моей модели работы мозга четыре агрегатных состояния и нулевое переходное состояние между ними. Четыре агрегатных состояния имеется в виду состояние обычное, то есть состояние бодрствования, когда в мозге много конкурирующих доминантов. Оно обладает между тем, что мы можем думать о том и о другом, и они конкурируют между собой и взаимно уничтожают влияние друг друга как в силу тотального воздействия на организм. Поэтому организм сохраняет свой внутренний баланс, свой биоритм на всех уровнях, свою внутреннюю целостность, гомеостаз. Ну, видите, я уже сколько слов сказал, и каждый требует еще своего внимания, все как-то разделяется, потому что внимание фокусируется на каких-то кусочках. А я как раз начал с того, что в моей модели работы мозга четыре агрегатных состояния. Я только сказал сейчас про одно, о том, что там состояние бодрствование, а теперь еще там состояние транса, когда одна доминанта. И поэтому она моментально убирает все конкурирующие сигналы и имеет способность по-ухтамскому, я абсолютно с ним согласен, способность отключать все конкурирующие сигналы и воздействовать на состояние функциональное всего организма, от психики до работы печени, сердца, почек и так далее. Поэтому в трансе, в гипнозе, например, внушают, что ему стало жарко, ему стало жарко, сказал ему холодно. Эта доминанта, поскольку она не конкурирует с другими, она взаимно не ослабевается и влияет на все, генерализуется так называемый феномен, когда все вокруг участки коры головного мозга приторможены, а вот активный участок, но это по физиологии. А так вот, если говорить общо, доминанта отключает все конкурирующие сигналы и поэтому имеет способность генерализоваться, причем мгновенно, на все процессы организма, сверху донизу. Ну вот видите, целый кусок, да? Целый кусок. Теперь дальше. Значит, третье агрегатное состояние – это сон. А четвертое – сон со сновидениями. А вот это нулевое состояние между ними, оно вообще бездоминант. Если в первом состоянии бодрствования множество конкурирующих доминантов, то есть там происходит многодоминантная структура организации психических, физиологических процессов, то в трассе всегда каждый следующий момент одна доминанта. Поэтому она так мощно действует на все системы. И поэтому мысль, которая в этой доминанте, или содержание, которое в этой доминанте, образ какой-то в этой доминанте, она и становится материализованной внутри нашего организма. То есть влияет на дыхание, влияет на наше настроение и так далее. Вот, например, вы в обычном состоянии сидите. Это мой классический пример. Я как-то рассказывал. Думайте о том и о сём. Например, и о собаке, и о огурцах, и о конфетах, о цветах, о детях. В общем, о чём хотите, думайте. Потому что эти доминанты между собой конкурируют, и свобода в вашем мышлении есть. А вот подумали о собаке, потом вспомнили, как она за вами гналась, и вот здесь и начинает формироваться доминанта, который вытесняют все остальные. И вот вы уже под влиянием этой доминанты уже начинаете чувствовать, как задрожало там у вас всё, как вы начали нервничать, там андреналин пошёл. И даже можете встать и побежать. Вошли в образ. Так вот, вот это как влияет на номинанты. Гипноз это то же самое происходит. Гипноз это транс. Но он там управляемый со стороны на вас. Когда вы занимаетесь саморегуляцией и сами выходите на желаемое состояние, нейтральное, в нём о чём-то мечтаете, автоматически в нулевом состоянии образ становится доминантой, трансформируется и начинает исполняться. Так, ну мы об этом ещё потом на вебинаре будем говорить, как чтобы наши желания и мечты исполнялись. Так, вот теперь дальше. Значит, вот это всё, что я сказал. Теперь надо сказать о том, что само нулевое состояние или нейтральное состояние, как я в 90-м году ещё писал в книжке «Ключ в себе» нейтральное состояние, или состояние свободного сознания, или это нейтральное состояние называется иногда... Я ведь провёл анализ. Я увидел, что просто в разных местах оно по-разному называется, и люди думают, что это разные вещи. На самом деле это одно и то же. Оно называется иногда эмоциональным дистанцированием. Оно называется иногда отрешённостью. Оно называется иногда созерцанием. Оно называется иногда безмолвием. Оно называется иногда великим ничто. Ну там мистики, да, великое ничто. А иногда пустая голова, или там отсутствие внутреннего диалога. Видите, сколько разных названий одного и того же состояния. Вот это я, вот то, что я вам преподношу, это мой анализ, как специалиста, врача, психолога, психофизиолога, нейрокибернетика, художника, писателя, философа и так далее. Чтобы вот это понять, что это разные названия одного и того же. Потому что в разных книжках читают эмоциональную дистанцированность, думают вот так-то, а в другом месте читают созерцание, думают так-то. А на самом деле это одно и то же. Нулевое состояние. Но нулевое состояние зависит от исходного состояния. Если вы были в сильном стрессе, например, 10 у вас было на шкале стресса, на градуснике напряжения, и резко снялся стресс в силу чего-то, да, или вы сами сняли с помощью ключа, и вышли на ноль, вот это ноль, умиротворение, благоденствие, благодать, и вышли на ноль. Если вы были в сильном стрессе и резко сняли стресс, то у вас включаются эндорфины, другие гормоны, которые являются психофизиологической основой для хорошего настроения, ощущение кайфа такого, как будто вина выпили, если были в сильном стрессе. А если вы вышли на нулевое состояние без всякого стресса, ну как было, так стало просто комфортнее, стало легче, свободнее, яснее. Видите, разница зависит от того, в каком вы исходном состоянии были. Еще она зависит от разницы, какие у вас цели и задачи, зачем вы это делаете. Потому что через это нулевое состояние происходит мобилизация, если у вас есть цель и задача, или мечта, образ будущего, желание какое-то. Это мобилизация в этом направлении, через формируемое в этом состоянии, моментально, доминанту. И она начинает уже помогать вам решать ваши вопросы. Так вот, посмотрите, сколько я рассказал из одного текста, да, из одного текста. А теперь представьте себе, что в нулевом состоянии вот эти все, вот эти вот лоскутки, эти пазлы, это все у меня сложилось. У меня сложилось. Именно в переходе между сном и больством, когда я засыпал, я думал, как же мозг работает. И мгновенно все вот это сложилось. Понимаете, вот в этом состоянии нулевом оно обладает такой способностью, когда ничего не мешает сосредоточиться на том, что тебя интересует. И поэтому отключаются конкурирующие сигналы. И поэтому, как я говорил в прошлый раз, моментально, моментально сознание появляется в самом переходе в сон как раз таки вот это ощущение эмоционального дистанцирования, как раз переход в нулевое состояние, и как раз таки моментально обрастает ассоциациями, свободный поток ассоциаций, который раньше был приторможен, но в русле этой темы. Моментально обрастает, и ты начинаешь лучше понимать, о чем ты был беспокоен, о чем хотел подумать, лучше понимать, и ты как-то проникаешь в суть смысла, потому что моментально вот эти вот пазлы, куски текстов, которые каждый требует в обычном состоянии отдельного внимания, потому что оно не вмещает наше внимание в обычном состоянии, наше сознание так устроено, что оно не вмещает в себя такой большой объем информации. Оно фокусируется, когда мы что-то изучаем. А тут раз, все эти пазлы начинают сходиться, и ты за маленькое время понимаешь вот это все сразу. Если ты об этом до этого думал, да, и может быть не один день, не один год. А там в этом состоянии, там другое время. Там ты общаешься с вечностью. Там безвремение. Там бесконечность. Это же ноль. И там нет этого внутреннего диалога, и вот если вы в этом состоянии находитесь некоторое время, то это будет нирвана Будды. Потому что что такое нирвана? И когда страха нет, эго нет, когда вас нет, и в то же время вы есть. Это какое-то растворение с природой. Да, это нирвана, потому что там нет эмоций. То есть мысли ваши не сопровождаются эмоциями. И поэтому в результате нахождения в этом состоянии отрешения, дистанцирования, эмоционального созерцания, в результате получается в процессе, что вы уже и ни о чем и не думаете. Пустая голова. Да. Вот смотрите, как интересно. Но если вы заняты чем-то, например, думаете над каким-то вопросом, и вдруг так маме и саняне сосредоточились глубоко, сосредоточились, и вам ничего не мешает, и вы сосредоточились, потому что само сосредоточение отключает конкурирующий шум и сигнал. То же всё на обратных связях. И вот когда вы сильно сосредоточились, и вы вышли на это состояние, и там пробой происходит в эту бесконечность, и тогда вы продолжаете думать и переживать, о чём вы изначально переживали, потом вы сосредоточились на этом, вышли на ноль, и дальше продолжаете думать об этом, то это уже поток. То была нирвана, когда вы были в пассивном состоянии, пустота. А теперь, когда это эмоциональное сопровождение, то есть эмоциональная пустота сопровождает вас в деятельности, например, вы рисуете, пишите стихотворение, или изучаете иностранный язык, когда в деятельности вас сопровождает, этот ноль, то это будет поток Чиксхен-Михаи. Итак, нирвана в деятельности, это поток. Вот это всё, вот это всё, что я сейчас рассказал, я в следующем ролике ещё дорасскажу. Но я это так вот не надеюсь, что вы всё сразу меня поймёте, потому что я тоже не так ясно ещё выражаю это. Потому что, чтобы ясно выразить свои мысли, свои ощущения, мне надо ещё несколько раз, когда я погружаюсь в это состояние, между сном и бодрствованием, думать об этом, и там пазлы начинают складываться, когда всё вместе, в единстве и разум. Естественным образом и начинаю понимать лучше, как сделать следующий ролик, или как сделать изобретение, я так изобретатель и учу, потому что в этом состоянии нуля абсолютная безмятежность, а это значит абсолютная уверенность в решении нерешаемой задачи, а это значит абсолютная безопасность, а это значит, ну там тебя нету, рефлексии нету, и ты вот без этой рефлексии занят каким-то делом, представляете, это как стрела, точно летящая в свою цель, а стрела, как я говорил, летящая точно в цель, это вообще потрясающе, это же фраза из йоги, откуда-то из древнеиндийского эпоса, тогда ты в единстве с целью, да, вот это очень интересно, то есть максимальная сосредоточенность, в состоянии максимальной психической расслабленности, когда есть вот эта релаксация, вот эта же отрешенность в Европе называется психическая релаксация, когда релаксация одновременно с мобилизацией, так это то, что говорят, что когда деяния и недеяния, мудрецы говорят в Китае, по-моему, деяния и недеяния, янь и инь, там в одном когда, да, вот, все это очень интересно, я просто это рассказываю с надеждой, что вы где-то кусочки того, о чем я говорю, ловите, подумайте, это же маленький урок самопознания, и мы еще, еще один урок сделаем, и потом у нас будет прекрасный вебинар, да, я просто вас готовлю к этому, чтобы вы на вебинаре в зумах выходили, мы там сбросим в ютубе зум, туда выходили, и уже знали тему, и задавали вопросы, чтобы вы быстрее осваивали навыки самоуправления, саморегуляции, чтобы в любой момент могли, в любом месте, быстро снимать стресс, включать внутренние ресурсы, резервы психиорганизма, и решать свои вопросы, быстрее, в нашем этом, в кавычках, сумасшедшем мире, да, вот это вот очень важно для вебинара, и чтобы вы эффективно, полезно получили знания, потому что мы, когда выходим на это состояние мира покоя внутри себя, этой безмятежности, из-за этого стресса, на градуснике напряжения от 10 до 0 выходим, мы не только включаем внутреннюю аптеку эндорфинов, которые кислород дают нам в клетках мозга, хорошее настроение, заживляет раны, рубцы, спайки всякие в организме, зажимы уходят, раскрепощение происходит, организм лучше начинает работать, иммунитет растет, это же живительная сила, вот это состояние нирваны, и потоков, поэтому мы это состояние получаем в любимом деле, в любимом деле мы выздоравливаем, а когда вы не заняты любимым делом, вы отдыхаете, вы тоже можете получить нирвану и там тоже получать эти эндорфины, оздоровительные гормоны и так далее, вот же оно как, это очень важно, и самое главное, вы сможете после вебинара, я там дам два приема новых, вы сможете даже ленивые, потому что кто-то говорит, да, да, друг другу там советуют, главное, надо упорно этим заниматься, слушайте, это находка для ленивых, потому что критерии там главные, вы лично подбираете приемы по максимальной простоте и комфортности, а сам процесс подбора путем перебора, как вы уже знаете, развивает креативность мозга, творческую часть мышления, изобретательность, способность находить сложных ситуациях лучше неординарные решения, со скоростью инстинктивных действий, да, да, до встречи, я вас всех по-человечески обнимаю, я думаю, вы подумайте над чем я сказал, над тем, о чем я сказал, да, в следующий раз покажу другую картину, да, я же каждый раз рисую для вас какую-то картину, да, в нашей школе такая традиция, да, я рисую для вас картины и делаю контенты, и мы занимаемся самопознанием, потому что наша школа это наше будущее, и так повторюсь, наше будущее внутри нас и наша задача открывать себя, у нас все есть в организме, мы сами себе архитекторы, сами себе психологи, сами себе доктора, и сами себе изобретатели, до встречи, и так далее. Спасибо. Продолжение следует...